Прежде чем результаты действия рецептивной мутации внешне проверятся, что с ней должно произойти? Вот я знаю, что сегодня среди людей произошла некоторая рецептивная мутация. Я совершенно не представляю, к какому результат она приведет. Что должно произойти, прежде чем люди увидят результат этой мутации? Разрешите, не умолчите. Еще раз. Одного поколения должен произойти? Нет, одного поколения категорически недостаточным. Нет, нужно 22-22. Два. Но тогда вы предлагаете инцидентную семейку. Для того, чтобы в втором поколении появился признак, это надо, чтобы родные братья с одными сестрами размножались. Среди людей это бывает? Нет, поэтому проверку разы больше. Просто надо острасти, где-то, где-то, где-то. Володя, вы с человеком имеете дело. Вы что, людей будете скрещивать? Как кролик? Надо ждать, где десятки поколений пока. Ну, десятки – это грибок. Но, во всяком случае, поколений 5-6. Отлично. Теперь, в каком году была ядерная бомбардировка в Японии? В 45-м. В 45-м. В 1945. При этом, давайте смотреть, что у нас в ядерной бомбардировке было. Такие два разных типов мутаций вообще имеется в виду. Мы с вами говорили, что к моменту рождения каждый человек, абсолютно каждый, в нормальном условии, цепляет примерно 200 мутаций. Так? Вот просто от момента зачетия до момента рождения. Так, исходя из средней скорости мутации. В результате, ну вот к вашему воздуху, примерно сколько индивидуальных, а они спрашивают, что все мутации строго индивидуально, они же считают, что больше не будет ни у кого никак. Сколько мутаций окажется из ваших примеров? Много. Ребята, задачи меня числовые решили. Много. Много – это хорошие решили. Все, больше еще 200. Дальше, Васильевич, в задачке качестве ответа напишите много и посмотрите, что он вам скажет. Ну, попробуйте. Попробуйте. Только лучше вот так сразу подушку в голове примирать. А лучше вообще в принципе... Нет, ну дальше мы... Более чем 200. Более чем 200 – это хорошая вещь. 250. Больше ну – да. Скажите, пожалуйста, мутация происходит в ядре каждый приятного? Могут происходить? Да. А, отлично. Скажите, когда... Вот в вашем теле сейчас или вы при новорожденности, а когда клеточу больше? Сейчас. Понятно, что сейчас века больше. Да? Как минимум раз в 10. То есть на порядке. За 9 месяцев ваша современная жизнь, а сколько мутаций вы воспринимаете? Если это событие, которое может произойти в ядре любой клетки, количество клеток у вас увеличилось в 10 раз. 2 тысячи. 2 тысячи за 9 месяцев. Это значит за год сколько примерно? Ну... 9 сотен. Ну хорошо, 2 сотен. Но поскольку вы же не с момента рождения стали таким большим, да? Приняем для ваших там... Сколько вам? Честно говоря, никогда не задумывался, сколько вам лет. 11, 12, 13, наверное, уже. Ну, за вашу год, да? Приняем, что количество мутаций, это 12 плет, является средним между двумя штами и между половиной тысячами. Ну, среднее между этими, наверное, величинами, да? Сложить именно 2, 1. Ну да, 2, 800 делим пополам, 1350. Это 1350 умножаю на 12 плет, что умеет. Немного, еще чуть-чуть, сколько? Присчитайте, присчитайте. Ну да, да, более 15 тысяч. Хорошо. Вы понимаете, что вы к вашему юному возрасту уже нацепляли 15 тысяч мутаций. Ну, я, естественно, ищу. 16 тысяч. 16 тысяч. 16 тысяч. Да, хорошо. Ну и что вы знаете? Вы сгораете всех перед дохом? Нет. А какие мутации БТ? Да, какие мутации в нашу клетку. Только мутации половых клеток. Это понятно? А мутации телесной клетки могут и это? Нет. Нет. А теперь скажите, а вот лично вы, вот лично для вашей жизни, так? Мутация половой клетки, хоть что-нибудь лично для вас? Нет, никак. А мутация телесная? Да. Очень важно. Вот это очень важно понимать, когда пытаешься разобраться впоследствии каких-нибудь экологических катастрофов. Ядерная, бомбировка, сброс химических веществ. Хорошо. А бомбили херосимы. Люди, которые не погибли под действием мутажной волны, под обломками, после этого начали умирать от лучевой болезни. Лучевая болезнь – это проявление каких мутаций? Тело. Каких? Ну, тело и тело. Соматических мутаций. Соматических мутаций. А люди, которые обошлись без серьезных соматических мутаций, можно гарантировать, чтобы у них не было мутаций с половых клеток? Нет. Абсолютно невозможно. При этом большинство мутаций доминантные или рецессивные? Рецессивные. Рецессивные. Значит, я сразу проявляю. А это значит, знает ли человечество, какие были реальные последствия атомной бомбардировки херосимы на косойке в данный момент? Нет, пока я. Поколение. Значит, средний оборот поколения, а у людей 30-е средняя смена поколения. Ну и считаем, с 45-го года сколько поколений обернулось? Сколько поколений обернулось? Два поколения. Два поколения. Хотя теоретически могли ли проявиться интенсивные мутации, которые там были заработаны? Да даже теоретически не могли. Во втором поколении они просто не проявлялись. А через пару поколений начнется дивная история, когда совершенно неожиданно, по непонятной причине, резко возрастет количество деденышей человеческих, ограждающихся на мае. Потому что обратите внимание, современный мир очень динамичный. Люди не сидят на своих местах, как это было сегодня. Родился здесь, родил при переехала, выучился здесь, потом поехал куда-то, пожел там, пожел там и так далее. В результате у вас есть несколько уксов, где люди получили сильное радиационное воздействие. Вы, вероятно, не знаете, что в нашем любимом отечестве на Южном Урале, что любимый припрыжить научиться. Так раз, когда у нас первое освоение атомной группы было, когда взяли группировки, военные солдаты, прогнали через территорию, по которой нанесен был ядерный товар. Сделано это было для того, чтобы исследовать последствия воздействия ядерного оружия на технику, на жилище, на воевсостав и так далее. В результате какое-то количество военнослужащих, которые в этом мире участвовали, заработали в учебку, кто-то из них погиб, кто-то из них оделся инвалидностью и там подобное. Много. Значит, ну, много, много. Те, кто не заработал серьезных патологий, они уже были эти дети, это, знаете, начало 50-х было, а у этих детей сейчас и внуки есть, и правнуки есть. То количество рецептивных аллелей, которые произошли под воздействием этих мотогенов, не поддается даже примерному учету. И они в США сейчас свободно гуляют в инаконии человечества, когда они начнут проиграть. Чем-то из 5 поколений. Ну, вазик уже прошел, значит, 2-3 поколения. Вы в реаля не попадаете. У поколений ваших детей уже нет, риск есть, у поколений ваших внуков риск уже остается. Самое интересное, как на это событие с хорошей вероятностью можно прогнозировать отношения людей. Ну, вот стало рождаться много детей из патологии. На что спешит? С высочайшей вероятностью на происке врага. Вот какие-то гадские враги. Народ здесь может быть широчайший. От маленьких, древненьких человечков до проклятых империалистов или там еще кого-то. Это уже дело вкуса кого-то, в данном случае, врагом изначально. Да? Вот они сделали что-то такое, что теперь дети рождаются больными. Понимаете? Для того, чтобы нормально проанализировать эту ситуацию, надо хотя бы примерно понимать некоторые общие законы. Теперь, является ли эта ситуация обреченной, купяковой, неизбежной и так далее? Нет, не является. Конечно, нет. Не же силы. Да нет, раз уже запустив перед силного зверя в кинофон, его обратно уже не жил. Ну, я бы лишний хитериал в процессе. Да, ребята, весь конец XX века и начало XXI, дойдите. Вся класса, в случае первая половина XXI века – это время не обучения клубного развития галактики. Так, развивающиеся сейчас методы, которые вызывают ужас у домохозяй. На самом деле, это именно те методы, используя которых можно блокировать и останавливать вот эти шалочки, которые наделаны в течение XXI века.